Кето-диета Обратило внимание мировое сообщество Потому что Джим Абрахамс, американский продюсер Заметил, что Кето-диета помогла его сыну Бороться с припадками И он вкинул туда деньжат Чтобы привлечь внимание мировой общественности И больше людей Стало заниматься собой, здоровьем И так далее Поступок этого дядьки, конечно же, очень благородный Но, как бывает с творческими людьми Которые уходят то в медитацию То Вегетарианство То еще во что-то Им кажется, что этим должны заниматься все Ну, так же получилось и с овсянкой То есть овсянка, это каша В принципе, неплохая, но Если сравнивать с гречкой, рисом Пшеничной крупой и другими Я бы поставил ее в самом низу Этого рейтинга Фишка ее в том, что Она просто подходит всем И старым, и молодым, и больным, и здоровым И у кого есть зубы, и у кого нет зубов И в больнице, чтобы не париться Просто варят это в одном большом котле И раздают всем А наши люди думают Ох, если в больнице раздают овсянку То это самая крутая каша для здоровья Там ее надо есть всем Просто так Ну, это все равно, что, знаете Вы когда-то в лесу загнали занозу Аккуратненько выдернули ее пинцетом У вас был флакончик зеленки Вы обрабатывали турану Потом приехали, значит, домой Из тропической джунглей И врач вам сказал, что Вы спасли свою ногу от гангрены Благодаря флакончику зеленки И вы такой, все, все деньги свободные Я вкладываю в рекламу зеленки Люди должны знать, что зеленка Спасает от гангрены И все такие наивные люди начинают Мазать себя зеленкой Просто так, на всякий случай Чтобы не было гангрены Ну, примерно так это выглядит С хитодиетой, если вникнуть в детали И увидеть, как ведут себя люди Как реагируют люди На чудодейственность той или иной диеты Так было с ягодными годжи С вегетарианством и с другими вещами Те, кто долго в теме Правильного питания, здоровья жизни Тренировки и все эти дела Видели, что появляется какой-то миф Все думают, о, вот оно, вот оно Такая классная штука Все об этом говорят Давайте это делать Все начинают делать Потом, когда слишком много людей в обществе Попробуют это сделать на практике Миф разрушается, потому что он не оправдал ожидания То же самое и с кетодиетой То есть ходят мифы, что там Значит, и продлевает молодость И производительность мозга Увеличивается И там выходят дети Ну, в общем, все хорошее, что можно сказать О жизни человека Все хорошее, что может случиться В жизни случится обязательно на кетодиете Так же, как и в свое время говорили вегетарианцы О своих вегетарианских практиках А на деле получается, что Ну, кетодиета Это просто диета, где много белка И много животного жира Плюс овощи, конечно же Потому что если просто есть животный белок И жир без овощей То это будет довольно-таки тяжко Переварить и усвоить Можно нажить камни в почках Поэтому обязательно нужно кушать овощи И если перепрыгнуть с обычного Пофигистического питания Когда вы едите Консервы, колбасу Бургеры, печенюшки Кофе Сладкое и так далее И вы просто переходите на кетодиету Конечно же, вам будет лучше Просто потому, что вы начали есть нормальный белок И вы начали есть много овощей Но через некоторое время Все эти ништяки проходят Потому что ваш организм все-таки Требует тех питательных веществ Которые он привык получать из углеводов И в принципе, да Можно питаться на кетодиете Я не скажу, что это прям плохо-таки Можно питаться в принципе Любой пищей Преимущественно белковой Преимущественно углеводной Можно исключить углеводы полностью И питаться чисто белками Но Нельзя просто так Выдернуть углеводы И вставить туда белки Много жиров Потому что Ваша микрофлора Микрофлора вашего кишечника Желудочно-кишечный тракт Должен плавно научиться переваривать эту еду И если вы перескакиваете С одного вида питания на другой То обязательно нужно включить пробиотики Такие наборы бактерий Которые помогают Быстро создавать нужную микрофлору В вашем кишечнике То есть, если вы просто Перепрыгнете с преимущественно Углеводного питания на белки То тех бактерий Которые отвечают за переваривание белков У вас явно будет мало И их будет не хватать Соответственно Чтобы ускорить процесс размножения Этих бактерий Которые нужны для переваривания белков Вам нужно включить обязательно в рацион свои пробиотики Ну и в принципе, да Вы можете переключиться на кето-диету У вас будет все классно Вы будете хорошо себя чувствовать Но есть, опять же, детали Если бы вы жили где-то там На Окинавском острове Либо хотя бы На побережье Норвегии Но у нас же не водится лосось У нас не так Если, опять же, взять Если рассматривать СНГ в целом Там Российскую Федерацию Большая ее часть находится В такой холодрыге Что там Ну все практически привозное И вот эти все модные диеты Ну дорого это довольно обходится Поэтому в итоге Когда люди попрактикуют все эти вещи Потратят на это пятерку-десятку лет Они приходят к конструктивному всеядню То есть просто выбирать те продукты Качественные, которые есть у вас в доступе И уметь строить рацион из них Я так делаю уже очень давно И так же делаю учу своих клиентов И чтобы не тратить 10 лет Тестируя ту или иную диету Пытаясь понять, что все-таки лучше Какая диета гениальнее Достаточно просто прочитать учебник По общей нутрациологии Ну либо же пройти курсы по правильному питанию И вы будете понимать Что человек в принципе может питаться Чем угодно Преимущественно белками Преимущественно углеводами Обходиться малым количеством овощей Большим количеством овощей Просто нужно в этом разобраться И получить определенные знания и навыки О кето-диете можно говорить довольно долго Углубляясь в биохимические детали И вот это как раз таки людей подкупают То есть много терминов непонятных Сложно в этом разобраться Ну если об этом говорят умные дядьки Значит все хорошо, надо пробовать и делать Но потом, когда вы это делаете На практике вы понимаете, что в принципе В этом нет ничего особенного Почему кето-диета привлекает? Ну кето-диета обещает, что вы обязательно похудеете И это довольно заманчиво для людей Которые худеют десятилетиями То есть как бы ты будешь и правильно питаться И есть сколько хочешь Ну конечно не прям таки по ведру Но в целом белков и овощей переесть сложнее Чем сладкого, углеводов и тому подобной еды Поэтому реально перепрыгивая на кето-диету Люди худеют, ну хотя бы потому Что в их рационе наконец-то появился белок Нормальный белок и овощи Но тут есть другой нюанс Переедание белком Если эти белки не будут вовремя перевариваться То они будут гнить, разлагаться И отравлять вас самими продуктами распада То есть если вы переедаете углеводами Это не так страшно, как если переедать белками Потому что белки при гниении Выделяют больше всего ядовитых веществ Из всех видов пищи, которые мы можем потреблять Поэтому очень важно не переедать белка Ну и при потреблении белка очень важно употреблять Достаточное количество овощей Поэтому если вы сильно хотите, то можете попробовать кето-диету От этого вы не умрете Максимум пострадает ваш кошелек какое-то время Получите свой опыт Но тут есть еще немножко побочный эффект Дело в том, что если просто выдернуть все углеводы Своего рациона и заставить свой организм питаться только белками Жирами и овощами То вы заметите, что съедая любую углеводную пищу Вы начинаете набирать лишний вес очень быстро Это связано с тем, что вы своего организма лишаете углеводов К которым он привык И потом, если он увидит эти углеводы у себя в рационе То он будет на черный день запасать лишний жир оттуда Вы натаскиваете свой организм, как быка, на красную тряпку, на углеводы То есть долгое время лишаете, потом даете и все И вот такое получается Но это если так очень примитивно рассказать То есть кето-диета это по сути то же самое, что традиционное билдерское Правильное питание, безуглеводное Но с включением животного жира И для билдеров это потом проблема Потому что при включении углеводов в свой рацион Они набирают буквально от каждой печенюшки Если же перейти на конструктивное всеядие Так я называю нормально здравое питание Которое можно менять, гнуть То есть нету каких-то четких рамок Есть, скажем так, уровень экспертности ваш В вопросах питания Есть уровень понимания, чем, как, когда нужно кормить ваш организм И в зависимости от своего бюджета, обстановки, кормовой базы Места на планете, где вы находитесь Вы уже подбираете самые качественные продукты, которые есть в доступе И строите из них свой рацион И при этом вы получаете все эти ништяки, которые может дать любая диета На этом, пожалуй, все Если у вас будут вопросы по каким-то другим диетам Либо по правильному питанию Насыпайте эти вопросы в комментариях Я буду смотреть на самое интересное Буду делать такие развернутые видеоответы До новых встреч Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!